Кей-поп. Вы чувствуете вообще, как много скрыто в этом слове? И я уверен, что большинство людей, которые сейчас смотрят этот ролик, очень хорошо знакомы с этим явлением. И вот кей-поп, он вроде бы всегда был на слуху, но регулярно его слушали только маленькая группа людей, относительно маленькая. Но в 2016-м его начали слушать все. И ни одно, наверное, музыкальное событие в 2016-м году в Америке или в Европе не прошло без упоминания BTS. BTS! Более того, в рейтинге 100 самых популярных артистов американского издания Billboard, BTS находится на 13-м месте уже 8 недель. И в этом видео я решил поразмышлять. Кей-поп это вообще навсегда? Это такой новый долгоиграющий жанр в музыке? Или же кей-поп это некий хайп, волна которого снизойдет со временем? Кстати, большинство из этих фактов я узнал из сообщества BTS Family на Амина. Я уже вам когда-то о нем рассказывал. Амина это приложение, в котором собраны различные сообщества по интересам. И русскоязычное сообщество BTS Family на нем одно из самых популярных и активных. Если вы хотите следить за новостями или узнавать новую актуальную информацию о BTS, или, например, поиграть в викторины, основанные на фактах об этой группе, также пообщаться с другими фанатами BTS в текстовых или голосовых чатах, ну и для любителей остренького, в этом сообществе вы сможете прочитать новые фанфики, которые, так скажем, основаны на взаимоотношении членов этой группы BTS. Ссылку на сообщество BTS Family и приложение Амина я оставлю в описании. Если вам нравится BTS, обязательно заходите, чекните и подпишитесь на это сообщество, если вам понравится. Окей, с BTS все понятно. Они очень крутые, они на топе, но интереснее же ко мной глубже. Не они были пионерами этого жанра в музыке, и с чего-то или кого-то это все началось. И тут все действительно очень интересно, потому что кей-поп, в отличие от, наверное, других жанров музыки, у которых более давняя история, имеет четкую дату своего начала. И это можно сказать день рождения кей-поп. Так когда же у него день рождения? И я могу вам сказать точно, это 11 апреля 1992 года. Датой отсчета кей-поп истории является выступление на телевидении одного очень интересного артиста Sota G and Boys. То есть это был не один артист, это была группа, бойс-бенд уже из трех человек. Но главным там был тогда музыкант по имени Sota G. Мы обязательно к нему вернемся, я покажу вам часть его выступления. Но вначале я бы хотел вам рассказать о предпосылках к появлению кей-попа. Потому что ведь на самом деле кей-поп, он является отражением изменения самой Южной Кореи. В 1987 году, за пять лет до выступления Sota G and Boys, в Корее началось очень мощное реформирование. Страна решила отказаться от военного авторитарного режима, который в ней тогда правил, в пользу демократического пути. То есть, иными словами, был взят курс на модернизацию и, в первую очередь, смягчение от цензуры. Вместо двух, всего двух государственных каналов, которые смотрели все и которые транслировали только то, что хотят правители... Тогда начало появляться много новых радиостанций или же телевизионных каналов, которые начали транслировать американскую музыку, показывать американские фильмы. И это очень сильно повлияло на саму культуру. И поэтому уже в 1992 году на одном из телевизионных музыкальных шоу выступила группа в первый раз Sota G and Boys. И на самом деле была очень комичная ситуация, потому что в жюри этого конкурса сидели такие взрослые люди, которые были музыкантами, там, балладные исполнители, вообще уважаемые люди в стране. И они очень низко оценили выступления этой группы. Они получили тогда самую низкую оценку в этой передаче. Но народ решил по-другому. И песня, которая называлась На Райо, или Я Знаю, возглавила корейский музыкальный чарт. И она продержалась в нем 17 недель. И это на самом деле стало одним из главных толчков к тому, что кей-поп стал глобальным феноменом. Там, где есть спрос, появляется бизнес. И, конечно же, люди с деньгами обратили внимание на то, что новая музыка очень интересна зрителям. И на тот момент она представляла собой некое смешение хип-хопа и попа на корейский лад. И после этого, через очень короткий промежуток времени, начали зарождаться интертеймент-компании. Первой была SM. Сейчас вы все знаете, что такое. Второй – JYP. И третий – открылась YG. И основателем YG, кстати, был один из участников той группы – Sotogen Boys. То есть один из бойзов. На самом деле его зовут Ян Хюн Сук. Лично от себя скажу, что мне его подход к музыке и вообще к созданию кей-поп-группы нравится больше всего. Ну вот, краткий ввод в истории кей-поп закончен. И вернемся к главному вопросу этого видео. Кей-поп – это навсегда или же нет? Я не знаю. Честно. Но на самом деле сейчас такая ситуация, что этот вопрос можно задать так же, как и рэп – это навсегда или нет? И для некоторых он может показаться глупым, для некоторых он может показаться уместным, потому что рэп когда-то тоже может перестать быть актуальным. Но факт остается фактом, что кей-поп, как и рэп, является уже огромной музыкальной индустрией, где работают сотни, наверное, компаний, тысячи артистов. И все они что-то все время делают, производят музыку, оттачивают свои танцы. И все время кто-то выбивается наверх, то EXO, то TWICE, то BTS. И мне кажется, что это вполне может быть очень долгоиграющей историей. Но вопрос еще состоит в том, насколько высоко может забраться кей-поп. Потому что вот лично у меня, как у обывателя, какие-то достижения, ачивменты, для меня они характеризуются в каких-то наградах или же успехам, в данном случае в Америке. Музыкальные компании именно на рынке США зарабатывают свои основные деньги. И может немножко переначивать вопрос, сможет ли кей-поп, как это сделал когда-то хип-хоп, стать доминирующей вообще вещью в музыкальной индустрии? Возможно нет. Скорее нет. Потому что на корейском языке, только если кей-поп-артисты начнут писать супер-хиты на английском языке, возможно. Но пока кей-поп, он все-таки ориентирован на рынок одной единственной страны, Южной Кореи. И вот знаете, вот сейчас или в будущем, вот людям, наверное, будет очень приятно говорить. А вот мне кей-поп нравился. Еще до того, как он стал мейнстримом. Окей, я надеюсь, это видео было интересным и оно вам понравилось. Если это так, нажимайте большие пальцы вверх, можете нажать на колокольчик, говорят, это как-то помогает каналу. Ну, а с вами был Костя и увидимся в следующем видео. Пока!